Борьба с опустыниванием в Сизанском автономном районе повышает доходы местных жителей. Новые рабочие места создают не только бюджетные инвестиции, но и торпадок к живописным пейзажам, обоявляющимся после восстановления тибетских высокогородных экосистем. Продолжение демы в нашем лепродаже с юго-востока Сизана. Национальный парк водноболотных угодий Яни раскинулся на площади в 70 квадратных километров на высоте в 2900 метров. Сейчас одна из достопримечательностей тибетского юго-востока привлекает тысячи туристов. А еще 15 лет назад место слияния рек Ялуцанпо и Ниян называли просто пустынными отмелями. Здесь не росло ничего, кроме болотной травы. Высокогорные реки часто меняют русло. Тонкий слой почвы уносит не только вода, но и сильный ветер. Благодаря постоянным усилиям по лесонасаждению, мы засадили пустынные луга, естественные для этих мест ивы. Это помогло стабилизировать песчаную почву и остановить эрозию. Местные жители также участвовали в процессе, что помогло повысить не только их доходы, но и осведомленность о защите окружающей среды. Пилотный проект по рекультивации речной долины в районе Баи городского округа Линджи стартовал в 2009-м. В 2016-м он получил статус национального парка. С тех пор региональная администрация инвестировала больше 21 миллиона долларов в строительство инфраструктуры, восстановление экосистемы и создание системы мониторинга. Местные жители активно помогали лесопосадкам. 45 из них работают в парке лесничими. «Я отвечаю за управление лесонасаждениями в пяти посёлках. Власти оказывают финансовую поддержку. У меня стабильный заработок в 3200 юаней в месяц. Многое здесь поменялось. Туристов приезжает больше. Экономика стала лучше. У меня трое детей. Один из них уже учится в ВУЗе». Общая площадь новых лесопосадок в национальном парке приближается к 3,5 квадратным километрам. Это не только преобразило пейзаж, но и резко увеличило биоразнообразие в долине. Сейчас Яни – дом для 500 видов растений и 200 видов животных и птиц. Алексей Канн, Гудмин, CGTN.